Мы сегодня начинаем курс, несмотря на то, что в прошлый раз была первая лекция, посвященная редким арканам Таро, тем не менее, именно сегодня я начинаю читать курс, посвященный 22 арканам Таро французской школы, потому что во французской школе именно аркан МАК, первый аркан, открывает колоду. Дурак имеет 21 номер. И об этом я сейчас хотел бы немного рассказать. Вообще об аркане МАК я буду говорить на самом деле немного, потому что это настолько сложный архетип, настолько сложный аркан, что по большому счету его можно понять только проживая. Я к своему счастью или несчастью такой опыт имел, и что лишний раз склоняет меня к тому, что про него сказать не так много. Поэтому мы сегодня поговорим о отличии английской и французской школы Таро, но с точки зрения французской системы, а не так, как рассказывал Олег на прошлой лекции, что было абсолютно верно, но с точки зрения системы английской. Итак, отличия основные, базовые между английской и французской школой проистекают от различных систем соответствий буквам иврит. А так как именно буквы иврита задают одну из главнейших составляющих значения карты, то получается, что эти две системы действительно разные. Напомню, что английская школа, эта школа очень молодая, она появилась в самом конце 19-го столетия в Ордене Золотая Заря в Англии. Обнародована впервые эта система была в 1910 году, когда выходит колода, первая колода Уайта, известная как колода Райдер Уайта, выполненная Памеллой Колмасмит. И в этом же самом году Артур Уайт публикует «Иллюстрированный ключ к Таро», где и дает систему соответствий, которая была принята в Золотой Заре. Не совсем точно такая, какая она была в закрытом обществе, но очень близкая к ней. Кстати, к слову скажу, что сам Уайт остался недоволен этой колодой. Спустя 10 лет, а точнее с 1919 по 1923, с помощью двух своих сподвижников, художников, таких как Вилфрид Пиппет и Джо Брам Стринг, он создал вторую колоду. Эта вторая колода, правда, состояла только из старших арканов, и она существенно отличалась от первой. Вот. Ну вот, собственно, здесь видно мага вверху, по этой колоде. Что мы здесь видим? Маг стоит перед столом. Этот стол теперь не на твердом основании покоится, а где-то парит в воздухе. Там у него чаша, жезл, меч и не динарий, а песочные часы. Что интересно. И в руке у него жезл иерафанта. Жезл иерафанта, это у нас вот так он выглядит. Это как раз вот психопом, соединяющий три мира. Верхний, человеческий и мир инфернальный. И интересно еще то, что на этом маге, втором маге, второй колоды Вайта, сверху над ним мы видим пятилучевую звезду, что опять отсылает тоже к иерафанту, к другому аркану. Но здесь это прежде всего демонстрирует местоположение его. То, что он исходит из короны Кеттера. Эта карта, конечно, на мой взгляд, значительно более мистическая, значительно более эффектная, чем в тару выполненная Памеллой Колман А.Смит. Итак, вернемся к нашим баранам. Соответственно, английской школе на данный момент чуть более ста лет. В то время как в французской школе, ну, как минимум на сто лет больше. Это как минимум. То есть, если брать обнародованную литературу, то впервые французская школа заявляет о себе с работ города Жебелена и Этейлы. Это конец 18-го столетия. А если брать более ранние источники, то есть, когда появилась марсельская колода, то это около 400 лет назад. То есть, это очень-очень давно. Дело в том, что именно в первых марсельских колодах уже Марк изображался в форме буквы Алиф. Это заметил Элифас Леви, о чем ему было видение, которое он считал пророческим видением. И это не так сложно доказать. Да, вот одна из первых исторических таких колод с магом. Вот как выглядит одно из начертаний буквы Алиф. И я вот как мог там коряво прорисовал этот Алиф у этого мага. И сейчас я объясню значение буквы Алиф чуть позже. И вы поймете, что это не мой волюнтаризм был именно вот так обрисовать. Понятно, что можно было обрисовать любую букву Элиф. Это фактически при желании. Но тем не менее, здесь заложено все то, что свойственно внутреннему символическому значению буквы Алиф. Итак, напомню, что в английской школе буквы Алиф соответствует ноль. Это Аркан Дурак. Что произведено, выведено из легенды, каббалистической легенды о сотворении мира. Главный документ иудаизма, это Тора, Пятикнижия Моисеева, начинается со слов Берри и Ишит, то есть с буквы Бей, а не с Алиф. И это Уайт очень красиво обыграл. И это послужило мифологемой для создания вот такой системы соответствий. Когда ноль это как бы предсуществование, а Бейт это собственно творение. Первое творение. Это красивая легенда, однако я попробую создать, проиллюстрировать вам легенду, ничуть не менее красивую для школы французской. Слабым звеном в английской школе стало несовпадение геометрических значений, цифровых значений иврита и номеров Аркана. То есть в данном случае французы лучше поняли суть самого языка иврита. То есть если, к примеру, на английском Таро изображена цифра двоечка, да, это жрица у нас, и там стоит буква Гемель. То человек, который хорошо знает иврит, он видит сразу две цифры. Двоечку и троечку. И так будет во всех Арканах первой декабрии. То есть они будут не совпадать их геометрическое значение, их номер. Что на самом деле, на мой взгляд, не очень хорошо. Однако я не собираюсь сейчас критиковать английскую школу. Более того, скажу, что сам как практик я использую исключительно Таро, Тот. В принципе. И в мантической, и в магической работе. Но в рассмотрении тех или иных вопросов, в повседневной жизни или в каких-то документах более сложных, я предпочитаю использовать сразу две системы. Как французскую систему, так и систему английскую. Это навык не очень простой. Более того, скажу, это навык сложный. Этот навык Алистер Краули называл словом «двойные мозги». Но, тем не менее, навык это очень и очень полезный. Понимаете, разговор о том, какая школа лучше, а какая школа хуже, примерно равен тому, как выяснять, какой лучше ключ горячий. На 20 или на 30. Но все зависит от того, что мы хотим им сделать. То есть, любой инструмент хорош ровно настолько, насколько он соответствует поставленной задаче. Сколько бы несовершенней был, например, какой-нибудь современный инструмент вроде дрели, относительно древнего молотка, но забивать гвозди дрелью неудобно. То есть, чем больше у нас ключей к аркану, чем больше у нас возможностей его прочтения, тем, соответственно, в более выгодной позиции мы изначально оказываемся. Итак, я обещал привести легенду о французской школе. Как мотивировать то, что мы имеем именно такие соответствия. Посмотрим. Представьте себе, что из некой монады проявляется триединое божество. Это триединое божество будет у нас соответствовать старшему аркану. По 7 на каждую сторону. Именно столько мы имеем цифровых старших арканов. То есть, ноль не считаем. Итак, соответственно, но 7. 7 это будет первая семерка. Это у нас различные архетипы статусности человека. Изначально, да, в втором. Там от мага, маг, папа, рыцарь. Далее у нас идет септенер, семерка. Это у нас определенные принципы. Напомню, что, кстати, отшельник это называлось как-то время. Так что это тоже принцип. То есть, там у нас будет время, фортуна, сила, наказание, смерть, правосудие. Силы, да? И третья седмица связана с наиболее сложными понятиями, в том числе астрологическими. Там мера, звезда, луна, солнце, гнев божий, суд над дьяволом и, соответственно, Новый Иерусалим. Вот. Далее. Вот, собственно, как они располагаются. В центре этого всего у нас находится, понятное дело, аркан нулевой. Он, кстати, в французской школе тоже не имеет номера. Он просто размещается между арканом 20 и арканом 21. Просто он не в том месте стоит. Но почему тогда не 22? И 22 тоже есть. Допустим, у Вирта он 22. То есть, там он варьируется. Это тоже, кстати, имеет значение. Дело в том, что в французской школе аркан-дурак имеет два значения. С одной стороны, да, это профанный дурак. Это дурак именно как материалист, лишенный возможности восприятия духовного. С другой стороны, вторая атрибутация аркана-дурак, это айнсов. Это то, из чего все стало быть и без чего ничто не стало быть. Далее, соответственно, у нас квадрат вот этот олицетворяет, понятно, младший аркан. Младший аркан во всей его совокупности, как цифровые карты, так и карты двора. То есть, он воплощает в себе эзотерическое значение имени тетраграмматом, где каждая буква связана с стихией, с мастью, с священными животными из ведения языки. И здесь, именно здесь, во французской школе, можно понять очень и очень интересную тайну. Дело в том, что один из самых базовых пифов золотой зари, это миф о том, как тетраграмматон превращается в пентаграмматон. И для того, чтобы он превратился в пентаграмматон, в тетраграмматон должен попасть, должна попасть буква Шири. Таким образом, старое божество Иегова, Йодхе-Вау-Хе, превращается в новое божество, божество Иешуа, Йодхе-Шин-Вау-Хе. То есть, в Бога, отменяющего старый Ион, Бога, несущего новый завет, новый закон. И даже несмотря на то, что во времена Иисуса, имя Иисуса писалось иначе, оно писалось в конце с Айн. Тем не менее, это очень-очень красивая легенда. Это легенда, которая, на мой взгляд, дает очень мощное основание французской школе. Потому что из всех букв, из всех букв, существующих в иврите, духу, конечно, прежде всего соответствует Шин. Это дух, который творит этот мир. Более того, буква Шин, она же по гематрии имеет триста. Что такое триста? Это три раза по сто. Что мы здесь имеем? Мы имеем три единства, три единицы и двойной ноль. А двойной ноль – это именно Айнцов. Тройной ноль – это Айн, двойной ноль – Айнцов, и Айнцов-Ауг – это просто ноль. Потом единица идет кето. Таким образом, в числе триста, который дает гематрии Шин, полностью заложена вот эта отремонтация дурака с Айнцов. Так что французская школа, она не столь глупа и бессмысленна, просто она совершенно другая. И с точки зрения одной системы, естественно, другая система плоха. То есть их нужно просто использовать изолированно. Их не нужно пытаться скрещивать. И таким образом, вот мы и дошли до буквы Алиф, которая в французской школе будет обозначать Ату-Мак. Первый Ату. Мало кто знает, что буква Алиф на самом деле пишется двумя совершенно разными способами. Эти два способа ее начертания имеют совершенно разное смысловое эзотерическое значение. А вот один способ, так скажем, позитивный. И вот другой способ, так скажем, негативный. Нижняя буковка совсем разная. В одном случае, я сейчас покажу. В одном случае это бейт, в другом случае это перевернутый, естественно. Перевернутая бейт, в другом случае это перевернутая ют. Что обозначает в себе начертание буквы Алиф квадратного письма, стандартного иврида? Это у нас бездна. Это отзеркаливание, да, мира. Высший мир. Из бины имманирует ют. Ют творения. Буква, творческое начало, которое сотворяет нижний мир. А вот что будет в нижнем мире, это уже дело этого нижнего мира. Он может его просто паразитически принимать, эту энергию, никак ее не транслируя. И это будет бейт. В таком случае энергия, идущая из бины, она просто идет через эту дверь, да, значение. Ой, бейт. Далит, далит. Уже вечером читать лекции вредно. Вот, буква Далит перевернутая. То есть, это дверь. Мы принимаем и ничего далее не транслируем. Либо это вариант, когда мы принимаем эту энергию и воплощаем, транслируем ее в этот мир. В таком случае это отзеркаленный ют. Вот. То есть, две вот эти версии, когда буквы Алиф, дают и два противоположных значения мага. Действительно, прямо противоположные. Это либо шарлатан, да, либо это действительно творец. Итак, соответственно, для того, чтобы еще больше понять вот это значение, точное значение определения аркана маг, нужно определить, что в французской школе означает аркан дурак. Дурак это у нас ничто. Абсолютное ничто. Ничто, я попытался определить, что такое абсолютное ничто, я его сформулировал так. Это отсутствие всяческого отсутствия. Присутствие. Не присутствие, а именно отсутствие всяческого отсутствия. И вспомним слова Карла Густава Юнга. «Слушайте же, я начну от ничто. Ничто, по сути, тоже, что полнота. В бесконечности наполненность равно, что пустота. Ничто пусто и полно. Ничто или полноту мы наречем плерома». Это гримуар Юнга «Семь наставлений мертвых». Таким образом, если Ату дурак у нас является абсолютным ничто, то маг есть ничто, которое пытается казаться или стать чем-то. Вот это раздвоенность. Именно казаться или стать чем-то. Вспомним, где находится одиннадцатый путь или путь Алиф Святого Древа. Это путь, идущий от Кетер к Хатме. Кетер есть первопричина всего. Но как первопричина, она в полном смысле слова еще не есть. Поэтому графическое изображение Кетер – это всегда половина лица. Это всегда профиль. То есть вторая половина лица нам не дана. Она еще военцов пребывает. Таким образом, это и есть еще чистая потенция. Эта линия, путь одиннадцатый от Кетер к Хатме, она еще тоже в полном смысле слова не есть. Форма еще не появилась. Бины еще нет. Таким образом, это вектор. Вектор, идущий от короны, от короны к Хатме. И, соответственно, он, по большому счету, еще пытается стать чем-то. Но еще не есть что-то в полном смысле этого слова. Бытие на еще не сознание. Неосознающий Бог. Неосознающий Бог. Я приведу сейчас три амплификации к тому, что я сказал, и будет более ясна эта сложная, по большому счету, идея. Представьте себе такую аллегорию. Вообразим стакан воды. Стакан с водой, да. Это есть условный символ ничто. Ничто мы представить себе не можем. Придется какие-то аллегории прибегать. Если поставить этот стакан на холд, то в стакане постепенно начнет формироваться лед. Но от этого воды в стакане больше-меньше не станет. Она просто перешла в иное агрегатное состояние. Если при определенных условиях этот лед опять потает у нас, воды у нас будет ровно столько же. При определенных условиях соблюдения эксперимента. Чтобы она не испарялась. Таким образом, по большому счету, ничего кроме этого самого ничтота и не существует. Кроме этого Айнсов. Он как был, так и есть полнотой. Но в нем некая новая форма этого же ничто материализуется вот в эту приходящую реальность. Кое уже измерить-то можно. Потрогать, пощупать. Это и есть ничто, которое кажется нам чем-то. Тут вторая амплификация, самонапрашивающаяся, это, конечно же, магия. Покров. Майи. Иллюзия, скрывающая от нас единственное, что на самом деле есть, это, собственно, божество. Или пара брахмана. Именно, кстати, лидер французской школы, Освальд Вирт, он и атрибутирует дурака как раз, он называет его пара брахманом. В данном случае маг, это у нас иллюзия майи. Которая, с одной стороны, да, она иллюзия, а с другой стороны, это единственное, что нам дано, как реальность. А. И как объясняет первое положение мага, кстати, Хур де Жебелем в восьмом томе первобытного мира, он говорит, что создатель, бог Демиург, творит иллюзию, и поэтому он является великим фокусником. Майя, кстати, вопреки распространенному по афоническому мнению, это не иллюзия в том смысле, что этого нет. А это иллюзия в том смысле, что она приходящая. Абсолютно не что, оно константно, оно не приходящее. Этим отличается, собственно, иллюзия от реальности. И, наконец, третья амплификация, она вытекает из древнего названия аркана. Это фиглях. То есть, это человек, который создает иллюзию, тот, кто живет обманом или живет иллюзией. Фокусник нас заставляет поверить в чудо. Однако, заставляя нас поверить в чудо, он творит чудо. Это действительно Меркурий, который, с одной стороны, бог магов, с другой стороны, бог воров. И тут нельзя не вспомнить красивейшую легенду из книги Элифас и Ливи «Великий Аркан» про супы с топора. Это в русской сказке «Каши с топора». Дело в том, что все искусство магии есть этот самый топор. То есть, с одной стороны, топор для супа или для каши абсолютно не нужен. Но если бы не было этого самого топора, то ни супа, ни каши бы не было тоже. Это был единственный способ в той конкретной ситуации эту пищу от владельцев дома заполучить. И иллюзия это и есть. И правда, и ложь одновременно. Слово есть ложь, а понимание тьма. И речение это исходит от всецелой истины. Так сказано в книге мага Алистера Крауль. Итак, разберем лишь одну колоду, лишь одно изображение. Это будет изображение из старо-средневековых рисовальщиков Хосфальда Вирта. Главной колоды французской школы. Уточню сразу же, что эта колода не имеет ничего общего с той, которая продается обычно под этим названием. Приведу лишь один пример. Вот это можно купить в магазинах. Ну, очень такой хороший комикс. Вот. Такой, причем за пару часов рисован. Он не очень профессиональный. А вот это настоящие две колоды Вирта. У него их именно две. Сейчас найду, где он был. А, ну вот, собственно, раннее. Это еще 19-й век изображение Виртовское. И вот позднее изображение Виртовское. Вот оно. На нем мы остановимся. Значительно более совершенное, эстетическое. А самое главное, что здесь каждая деталь до предела продумана. Продуманно. Здесь нет ни одной лишней детали. Итак. Что здесь самое главное? Вирт акцентирует свое внимание на том, что маг стоит в играющей позе. Что он гибок, легок и кажется, что в любой момент он может сорваться с места. Это написано за 50 лет до книги ТОП. Это радикально. Это радикально для 19-го века. Это очень круто. А, что вызывает лишнее уважение к автору колоды. Соответственно, книга по этой колоде того мага. Освальда Вирта. На русском языке есть. Можно ознакомиться. Начнем с оконтовки. Вверху мы видим корону, что указывает на кетах. Да, это источник, откуда исходит. Далее, что мы видим? Мы видим начертание буквы Алиф. Вот древнее начертание. Это у нас финикийское начертание буквы Алиф. Самое-самое древнее. Потом мы видим вот такое начертание буквы Алиф. Это начертание сирийское. Оно тоже предшествует ивритам. И, наконец, не квадратное письмо иврита. Это вот буква Алиф. Помимо этого, мы видим еще такую стрелочку с точкой вниз. Это и есть идеальное воплощение вот этого одиннадцатого пути Эцхайм, который идет от кетах к хакме, потому что он именно стремится, он еще никуда не к чему не пришел. Треугольник будет у нас, когда бена появится, первая фигура появится. Это просто вектор. Соответственно, здесь даже обрамление имеет очень глубокий эзотерический смысл. Что еще стоит показать? А стоит показать здесь следующее. Я вам говорил тут много чего о букве Алиф. Ну вот, выделены, да, эти вещи. Я говорил о том, что маг, настоящий маг, когда буква Алиф с двумя ают, должен не просто черпать энергию из бины, а проводить ее в Малкут. И здесь это очень здорово показано. Палочка, вот, палочка устремлена, фактически в корону упирается, кетер, да, и проводит эту энергию, он указывает пальцем в Малкут, в Пантакль, Пантакль земли. Интересное соответствие еще следующее. Стол стоит на трех ножках. Четвертую ножку мы не видим. Тут много можно спекулировать на этот счет, но сам автор определяет это как серу, хтуть и соль. Это три составляющих, на которых зиждется эта материальная реальность. Далее мы видим четыре традиционных инструмента. Соответственно, атрибуции здесь такие. Знать, чаша, сметь, меч, изъявлять волю, жезл и молчать, динарий. И с четырьмя каббалистическими животными оригинально. Динарий, бык, меч, орел, чаша, ангел и жезл, лев. Что пишет? Логично. Аналогично, это то, к чему пришел Кроули после ведения голоса. А до этого-то другие были атрибуции. А это задолго до того написано. Вот это уникально. Что пишет Вирт Ор... Но в юриде не успели. Да, соответственно, динарий, бык, то есть стихия земли. Меч, орел. То есть орел в данном случае является не высшей ипостасью скарпиона. Да, он соответствует водопеду. Орел, ну воздух. Ну да. Орел летает в воздухе. Логично. Чаша, ангел. Как сосуд божий. Логично. И жезлы, это лев. Огненная стихия. Как познать действия мага? Цитирую Освальда Вирта. Первое. Найти точку опоры в материальном мире. Это динарий. Второе. Найти внутренний критерий истины. Это меч. Третье. Сделать себя чашей, готовой принять божественное откровение гнозиса. Это чаша. И четвертое. Руководить своей личной волей в согласии с волей высшей. Это жезлы. Стопы фокусника расположены под прямым углом. Это обозначает, что все вот эти четыре вещи, кое я вам зачитал сейчас, он уже прошел в франкмасонской ложе. Это символизм из франкмасонства. Тюльпан в центре этого треугольника обозначает новое формирование. Это бутон тюльпана. Красный цвет обозначает цвет воли. И в этом же цвете выдержана большая часть одежды самого мага. Пять пуговиц на одежде мага. Опять же отсылают нас к пентаграмме. Тут уж никак не пройдем между связи этих двух арканов. Между иерофантом и магом. То есть это квинтэсенция. И, соответственно, связь с созвездием на звездном небе у нас, это будет Орион. Почему Орион? Потому что Орион внешне дает очень похожую фигуру с буквой Алиф. О гадательном толковании. Скажу, здесь есть большие проблемы. Уже понятно почему, да? И тем не менее. Дело в том, что для каждого конкретного человека определенные конкретные вещи, значит, совершенно разные. Однако, арканы не рисуют конкретные вещи. Они изображают архетипы. Наше архетипическое восприятие каких-то вещей жизни. Таким образом, значительно проще обрисовать весь спектр ассоциаций к архетипу. Пускай мы его никогда не исчерпаем, но мы можем намекнуть, и каждый человек в своей личной жизни сможет понять. Вот это по этому аркану, а вот это по аркану другому. Если я скажу какие-то конкретные вещи, то тут мы начнем сыпаться. Потому что в каждой отдельно взятой ситуации, вне контекста, эти вещи будут совершенно разные значки. Это будет совершенно по разным арканам идти. Ну, к примеру, деньги. Деньги и деньги, по большому аркану, особенно если смотреть. Для кого-то это бог, для кого-то это просто деньги и ничего более, а для кого-то это мировой зло. И куда мы это будем помещать, будет зависеть от конкретной ситуации, от конкретного человека. И тем не менее, я все-таки позволю себе дочитать несколько гадательных толкований, выделенных мною из приведенных у Освайда Вихта, потому что, ну, они более или менее объективные. Главное значение воля, активное начало, это бог Демиург, именно Демиург, бог-творец, инициатива, я индивидуального человека, наше внутреннее я. Влияние Меркурия, как доброе, так и злое. Уникально то, что французская, английская школа вроде во всем расходится, да, а здесь маг и там, и там это Меркурий. Здесь вот никаких противоречий нет, абсолютно. Далее, ловкость и подвижность, хвастовство, свобода от всяческих логов и предрассудков, независимость, владение собой, и в то же время плутовство и хитрость. То есть все перечисленные образы идеально соответствуют архетипу Гермеса Меркурия. И в завершение, так как время у нас очень-очень сильно поджимает, я скажу о проклятии мага. Об этом уже Олег сегодня говорил на лекции, я немножечко конкретизирую. Вот на этом простом примере вам приведу. Проклятие мага. Это последняя книга Гуджиева. Книга у нас называется «Жизнь реальна только тогда, когда я есть». Сам по себе этот концепт, изложенный в этой книге, это действительно высшее воплощение вот этого того мира мага. Когда человек пытается осознать в себе ту точку, свой хадид, хвои сияет в сердце каждой звезды. Истинную волю. Тот центр, который формирует все. И он это делает блистательно. Но, по факту, и учения Гуджиева, и уже при его жизни его ученики, лишь воспринимали то, что идет сверху. О чем пол книжки написано. То есть, кто-то воспринял одно, кто-то воспринял другое, и пытается изделать из этого некую целокупность. То есть, ни до кого идея в подлинном виде не дошла. То есть, она превратилась в ложь, которая поработила души. И до сих пор школа Гуджиева представляет собой очень специфическое явление, к которому можно относиться предельно критически. Таким образом, вот то, во что выродилось учение об изначальном целостности и тожности. Человек, который говорил истину, истина, которая ему открылась непосредственно в виде озарения, в виде откровения, в ужасающих условиях, после третьего пулевого ранения смертельного. Вот. Человек, который всю жизнь ее транслировал, однако заработал только умножение профанов. Клонировав их до огромного-огромного количества. С коими остаток всей своей жизни боролся? Со своими же учениками. Для того, чтобы доказать то, что они говорят, не является его учением. Вот. Хороший пример проклятия мага. И вот здесь пойди и разбери. Он виноват, что транслировал не так? Или это в принципе невозможно выразить, чтобы в принципе люди поняли, что он хотел сказать? То есть, я не могу даже ответить за себя, что я понял то, что он хочет сказать. Но для меня эта книга абсолютно является воплощением творения в малку, сотворения мира. Вот. Итак, соответственно, на этом я ввиду лимита заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, я на них готов ответить. Хорошо, скажите тогда, в принципе, а может маг вообще не надо ничего транслировать? То есть, если он один сам по себе, в принципе, зачем вот эта обратная реакция? Искажение, зачем искажение? Объясняю. Дело в том, что маг не транслировать не может по определению, потому что он вектор. То есть, если вектора не будет, он является точкой. Он является точкой. А если, то есть, точка в движении, есть вектор. А если он как бы, то есть, не от него зависит то, что он является вектором. То есть, что творит маг? Это уже дело мага. Но не творить он не может, потому что это зависит от того, что стоит за его спиной. То есть, от нуля, от айнцов. Вот очень банальный ответ. Спасибо.